Мороз, солнце и гонки для любителей и профессионалов. В Твери впервые при поддержке Сбербанка России прошли межмуниципальные соревнования «Киселевская лыжня». На старт у деревни Киселево в Заводском районе вышло около 100 лыжников в возрасте от 5 до 60 лет и старше. Вместе с тверичанами зарядиться энергией и позитивом на местной трассе приехали гонщики из Торжовского, Кашинского, Калининского и Конаковского районов, а также Лихославля и Торжка. Получить хорошее настроение, заряд энергии, так можно сказать, сегодня тем более погода располагает. Солнышко, снег, мне кажется, это самое важное для здоровья, для счастья. С погодой действительно повезло. После оттепели как раз в день Киселевской лыжни в Твери вернулись морозы. И по оценке специалистов, трасса была практически в идеальном состоянии. Трасса прекрасная, скольжение хорошее и даже, извините, Господь смилостивился и погода прекрасная, сегодня солнышко. Региональная федерация лыжных гонок стала организатором этих соревнований. Генеральным партнером выступило Тверское отделение «Паузбербанк России». Высшие силы помогли с погодой. Но этого спортивного праздника точно не случилось бы без Павла Дьяконова и Михаила Воронцова. Это они, энтузиасты и страстные поклонники лыжных гонок за шесть лет собственными силами при поддержке друзей. И единомышленников превратили заброшенный пустырь в лыжный стадион. Мы сделали круг, потом стали накатывать это все снегоходами, сделали барану самодельную. И так постепенно это все. Потом появились петли, потом стали делать рельеф, и вот она постепенно пришла к такому виду. На сегодняшний день Киселевская лыжня – лучшее место для занятий как начинающих лыжников, так и профессионалов черте Твери. Все желающие на местной трассе могут бесплатно заниматься любимым видом спорта. Причем круглый год. Здесь территория-то очень хорошая. То есть летом здесь можно бегать, а зимой здесь можно кататься на лыжах. Ну, идеальные условия и самый большой плюс для нас, для всех, то, что это находится в черте города. Конечно, хотелось, чтобы побольше людей здесь каталось. В общем-то не для себя делали там, и для людей, и людям нравится. Вот, ну, сейчас вот уже федерация подключилась, то есть вышли мы на новый уровень, получается. Так что хотим развиваться дальше. В программе соревнований определились обладатели восьми комплектов наград в четырех возрастных группах на дистанциях в один, полтора и пять километров в свободном стиле. Первые медали разыграли мальчики и девочки 10-12 и 13-14 лет. Подморозило чуть-чуть, лыжи хорошо ехали. Все понравилось. Мне очень понравилась трасса, там прям были такие спуски, подъемы очень хорошие. Из-за меня болели родители, это очень было хорошо. Было очень интересно, повороты такие очень резкие, иногда скользко было. После юных лыжников на старт вышли взрослые. Мужчинам и женщинам предстояло промчаться по трассе с крутыми виражами, подъемами и спусками пять километров. Среди женщин эту дистанцию быстрее всех преодолела Екатерина Митина. При этом на Киселевской лыжне девушка одержала еще и главную победу – победу над собой. То есть они победили? И себя тоже? Себя, по времени, в принципе, по сравнению с вчерашним днем, да. Абсолютным чемпионом Киселевской лыжни среди мужчин стал Михаил Шпачков. И старожка, который прилетел 5 километров за 11 минут 52,14 секунды. Для лыжников очень интересно, потому что скорость большая, единственное, что тут не убежать. Но есть места, где можно обогнать, очень хорошие повороты. Я бы сказал, такая более зрелищная трасса, быстрая, скоростная. Ну, удобно. Мне вот, например, понравились, мне нравятся такие трассы. После финиша все юные участники Киселевской лыжни получили сладкие призы. Победителям и призерам были вручены медали, грамоты и новогодние подарки. Естественно, главной наградой для всех лыжников стали положительные эмоции, заряд здоровья и энергии, полученные на трассе. Бербанк является спонсором этих соревнований. Огромное спасибо. Так получилось, мы впервые с ними сотрудничаем. Мне кажется, блин оказался никому.